Пока российские власти продолжают отрицать ответственность за подрыв плотины Каховского водохранилища, следствием которого стала страшная экологическая катастрофа, российские эксперты на государственных телеканалах прямым текстом признают, что плотину подорвала именно российская армия. Более того, эксперты на российском телевидении призывают российскую армию за это не критиковать и не осуждать, а наоборот поддержать. Мол, плотину взорвали, потому что так было нужно для победы. Следовательно, ничего плохого в этом нет. Так надо. Деды в 41-м году взрывали, значит и мы будем взрывать, говорят эксперты на российском телевидении. Теперь, что касается истории Каховской ГЭС. Во-первых, здесь прозвучало слово «преступление». Знаете, ведь это не уникальная история. И во время Великой Отечественной войны у нас подрывали плотину Истринского водохранилища. Куйбышевским оно тогда называлось. Это что, было преступление? Нет, никаким преступлением это не было. Это было выгодно Советской Красной Армии во время обороны Москвы в критический момент, в ноябре 41-го года. И да, об этом тоже не говорили. Долго не говорили об этом. Но это было, никаким преступлением это не было. Вот этого эксперта зовут Виктор Олевич. И этот человек в эфире российского федерального канала НТВ. Совершенно спокойно и прямо говорит, что российская армия взорвала Каховскую ГЭС. Но это не преступление. Так было нужно. Ну а то, что тысячи людей лишились всего, лишились домов, лишились всего имущества. То, что целые села ушли под воду. То, что десятки людей погибли, а может и сотни погибли. То, что погибло огромное количество животных и нанесен кошмарный вообще урон природе, который уже называют экоцидом. Это все, по мнению вот этих экспертов российских, это ерунда. Это не преступление. И российскую армию за это нужно не осуждать, а наградить. Я к тому, что если это выгодно России, то что же в этом плохого? Прекрасная логика российских патриотов. Если это выгодно России, то что в этом плохого? Ну то есть, если России выгодно бомбить гражданское население, то вроде бы как ничего и плохого в этом нет. Если России выгодно взорвать плотину и затопить целые города, то и в этом нет ничего плохого. Если России выгоден какой-то геноцид, то и в геноциде ничего плохого нет. И смотрите, они же совершенно не стесняются. Они это все говорят в прямом эфире, на своих федеральных каналах, на всю страну. Это не в каких-то секретных документах мы узнаем. Нет, они прямо говорят, что любое самое чудовищное преступление можно оправдать, если сказать, что это выгодно России. Вы же сами это слышите. Нам не надо их компрометировать, не надо выдумывать ничего. Вот они сами все это говорят. Дальше включился еще один эксперт, военный эксперт Алексей Леонков. И он тоже подтвердил, что Украина не могла взорвать дамбу Каховской ГЭС, потому что ни снарядами, ни ракетами уничтожить эту дамбу просто невозможно. Подорвать ее можно было только взрывчаткой изнутри. Соответственно, сделать это могла только российская армия, потому что Каховскую ГЭС контролировала Россия. Подорвать эту плотину, извиняюсь. Это не так просто. Никаким снарядом, там нужно большое количество взрывчатки заложить ее с учетом того, что при подрыве столб воды, который давит на вот этот узел шлюзовой, сделает свое дело. И мы видели, как это разрушилось. Поэтому большинство взрывов мы и не увидели. Это не было внешнего взрыва. Что-то пролетело, и станция разрушилась. Она была рассчитана на такое прямое воздействие. И все время, пока шли боевые действия, огневое воздействие извне не причинило никакого ущерба. И дамба рассчитана на атомную войну. Друзья, какое внешнее воздействие? Вам человек говорит, что это не делается? Вообще такое впечатление, что в России уже творится какой-то совершенный хаос. И власти даже не в состоянии выдать пропагандистам какую-то одну общую вменяемую методичку. То есть пока Кремль утверждает, что дамбу Каховской ГЭС взрывала точно не российская армия, на российском федеральном канале НТВ совершенно открыто на всю страну говорят, что Украина не могла физически эту дамбу подорвать. Она была вообще рассчитана, чтобы выдерживать атомный взрыв, поэтому ее подорвать могла только российская армия. Российское правительство утверждает, что взрыв дамбы является терактом и экоцидом, а эксперты на канале НТВ говорят, что это вообще не преступление, и взорвали дамбу и правильно сделали, потому что так было нужно, и это было выгодно для России. От такого хаоса даже один из гостей этой студии, один из экспертов, который стал возмущаться и говорить, что такие заявления они подыгрывают Украине и играют в пользу киевского режима. Ну, к сожалению, мы тоже помогаем украинцам, я вот просто специально зачитаю вам. Разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области дает военно-тактическое преимущество вооруженным силам России. И? Кого цитируете? Я? Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области. Вот и все. Это вот еще один аргумент украинцев. И когда этот аргумент на следующий блок, когда будем сохранить именно так. То есть понимаете, в чем дело? Мы сами в данном случае такими заявлениями работаем на Украину. В общем, крайним в итоге оказался херсонский коллаборант Владимир Сальдо, которого стали подозревать в том, что он работает на Украину. Впрочем, следуя этой логике, на Украину работает не только он, а вообще все хотя бы маломальски вменяемые какие-то российские эксперты, которые не могут, ну, откровенно врать и вынуждены признавать, что Украина, ну, никак не могла там разбомбить снарядами или ракетами эту плотину. Ну, плотина строилась, чтобы выдерживать атомный взрыв, и, соответственно, подорвать ее могла только Россия, только российская армия. Следовательно, Россия несет ответственность за гибель людей, за экоциты, вообще в целом за это чудовищное преступление. То есть любой российский эксперт, который, ну, хотя бы немного старается говорить вещи, которые соотносятся с реальностью, он не может врать, он вынужден признавать, что Украина не могла просто подорвать эту дамбу. То есть они признают то, о чем мы говорим, а мы говорим, что это преступление России, это ответственность России, и Россия должна за это преступление отвечать и расплачиваться. Как видите, нам не нужно врать, нам достаточно в Украине просто говорить правду, и эта правда, она настолько очевидна, что ее даже в России многие признают, потому что, ну, просто другого выхода нет. Ну, нельзя отрицать, что небо голубое, вода мокрая, трава зеленая и так далее. И нельзя отрицать, что эту дамбу, конечно же, взорвала Россия. И Россия ответственна за это преступление. Друзья, подпишитесь на канал, если вы до сих пор не подписаны, и обязательно ставьте лайк или комментарий. Так это видео получит больше охвата, соответственно, больше людей просто увидят то, о чем я говорю. Это видео, соответственно, охватит больше аудиторию, и больше людей узнают правду о том, что происходит, о том, что Россия делает в Украине. Продолжение следует...